Здравствуйте, мои хорошие и мои любимые! Всех с праздником! Кого касается этот праздник, меня поймут. А кого не касается, всем привет! Мужу дождалась вчера. Поздно он приехал. Посмотрите, как это было, что привез. Приехал, приехал! Ура! Приехал! Но муж мало привозить не умеет. Тоже просила не привозить. Перчика просила два. Муж не умеет привозить мало, я говорю. Ты не умеешь привозить мало. Да, здесь жарко. Ишь! Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Такс, ну что? Я попросила привезти два перчика и пять помидоров. Ох, ну вас! Ну я же просила ничего не везти. Ой, не умеешь ты спокойно приехать. Булочки, эклеры, салаты, пироги. Боже мой! Боже мой, как всего много! Хе-хе-хе-хе-хе. Я же просила. Девочки, мальчики, приходите чай пить. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ох, Вася приехал в праздник в доме. Как вы пишете, ну точно. Эклеры. Ах, она. Ну да-да, Крастина любит эти маленькие заварные эклерчики. Это он правильно привез, да. Робарбери пирог, этот Робарбери Курк. Там где-то что-то вытекло, где-то там я даже... Ага. А палату где-то там вот. Хорошо, сейчас посмотрим. Там что-то какая-то лужа. Хе-хе-хе. Вот этот пирог у меня набрал, набирает сейчас почему-то обороты. Там более 8 тысяч просмотров. Пирог из Робарбери. Очень вкусный пирог. Но вот покупные они все-таки не то. А вот я делала. Посмотрите, кто не видел, может кому рецепт нужен. Сухие. Девочки, мальчики, просила усиленно не привозить фрукты. Просила, умоляла. Нет, нет. Потом еще скажешь, что мало. Ну нет, мы объелись клубникой, мы объелись черешни. Ох, Господи. А вот тебе эти самые... Помидоров я просила несколько штук. Несколько штук. И вот эти, посмотрите, эти самые... Эти абрикосы. А вот абрикосы, это хорошо. Абрикосы там есть еще. Перчики на гриль можно. Помидорчики на гриль на Аяна в день. На костер можно. И вот абрикосы, да. Люблю, когда они такие. Да. Ох, 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 ох. Ох, 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 ох. Тут что? Желтые сливы. Желтые помидоры. Ох, господи. Ох, господи. Смятый творог. Желтые помидоры. Я просила несколько красок. Это персики. Это черные сливы. Здесь миллион блинов, сливок, десертов. О, чесночок с сыром. О, уже сколько. Это без комментариев. Мамочки. Мамочки. Я усиленно просила ничего не привозить. Я сама все время в городе. Я все время все покупаю. Креветочный салат. Муж знает, что я его очень люблю. В общем, мы погрязли в пирогах и пирожных. Разбираю сетки. И охаю, и ахаю. Здесь еще бог знает что. Мамочки. Это что такое? Крюк. Решетка. Матерь Божья. Мама как в воду глядела. 16 килограмм. Мама как в воду глядела. сказала, что ты арбуз привезешь. Капец. Сколько килограмм? 16. 9. А зачем? Господи. Девочки, мальчики, я в шоке. Продолжу вести осмотр утром. А теперь покажу вам, какие подарки он привез Кристине. Утро. Будем дарить Кристине подарки, что папа привез. Ура. Ура. Так, это что у нас? Это сетка на окна. Это мы с вами чуть позже посмотрим. А сейчас давайте Кристина. Пойдем порадуем. Закрывай глаза. Закрыла? Открывай. Теперь показываю вам, мои хорошие. В общем, вот такой матрац. Девушка, наверное, прилагается. Вот не знаю. Тоже надувная. Вот такой матрац. А то Кристина говорит, мне скучно так купаться просто. Вот. Матрац надувной. И она очень хотела запускать змея. Как раз ее любимая Эльза и Анна. Большой-большой летучий этот змей. Воздушный. Или как он правильно? Один такой, а второй с розовыми фламинго. Вот такие подарки сегодня у Кристины. Она уже бежит за насосом, будет сейчас надувать. Но и это еще не все. Муж убирает уже все тележки, все корзинки. Сейчас будет косить, наводить нам красоту. Кристина побежала за насосом. Будет сейчас надувать себе новый свой матрац. Что еще в ящике у нас здесь такого муж привез? Решетка. У нас не было такой решетки для рыбы, для овощей, для колбасок, для мяса. Ну, вообще, в общем. Ну, теперь я долго думала, нужна она или нет. Но вот теперь она у нас есть. Барбекю гриль. Вот такая решетка. Сетки на окна я просила в свою комнату, на кухню. И там еще на два окна, в общем. Вот такие сетки у нас. Мы с вами одну вешали уже. Там клейкая такая ленточка, и потом она приклеивается. Две сетки размеры 150 на 180. Ну, думаю, уж хватит. Так, крюк для цветка. У нас один ампельный не повешен. Крюк 15 килограмм. Грузы выдерживает максимально. Нормально. Вот такой крюк. Зеленого, черного, коричневого цвета. На дерево. Море гематогена. О, что-то милый. Так. О, еще один чехол. На окно, что ли? Ага, только на окно, смотрите. На окно и на зеркала. Чтобы не зачехлять всю машину, вот эти самые такие болезненные места, где все вот это скапливается здесь. Вот это здорово. И еще. Ух ты! Дротики. Там это теперь с вами развлекаться будем. Мишень и дротики. Здорово. Вау. Ха-ха-ха. Вот столько всего. Двух навес. Так. Это я уже вчера все показывала здесь. Море всего. Квас. Ой, квас. Хорошо. Всего, в общем, навес. Клубнику едим. Сорт мармелад. Ну и вкуснотища. Муж работает, а я ем клубнику. Посмотрите, как сразу аккуратно все. Ой. Сейчас фигурки расставим и все. А я пока посижу. Посидю. Все скосил. Все подстриг. Ну вот смотрите, разница огромная. Огромная разница. Теперь сюда поставятся все наши корзинки с вами. Они совершенно по-другому заиграют. И лампочки и так далее. Отлично. Сейчас еще крюк прибьем на дерево. И будут у нас здесь вот этот ампельный цветочек висеть. Муж на пенечке. Вот этот ампельный мы еще до сих пор с вами не повесили. И вот. Ага. У тебя просто не увидишь. Матрац надули. Что-то я ртом быстрее надула, чем всеми этими моторчиками здесь. Так. Вот такой матрац. Сейчас пойдем купаться. И крюк повесили. Ампельный. Торжественно вешается на место. Теперь на свое. На крюк. Ну-ка давай, Вася. Торжественно вешай. Красивой стороной. Вот так да. Ага. Вот как. Повыше. Хорошо. Так далеко от дерева. Ой, как хорошо. Далеко от дерева. Смотри. Ну-ка, ну-ка. Как с верандой. Мама, нравится тебе? Да, очень. Смотри. Он здесь по-другому. Даже цвет у него, да? Цвет играет. Потому что желтое видно. Вот. Теперь у нас с верандой. Надо его витаминами полить. Еще больше цветов. Спасибо, Вася. Очень красиво все скосил. Привез и перекрепил. Матрац мы обновили. Привез и прекрасный матрац. Ой, как с ним хорошо беситься. Беситься. На волнах кататься. Видите, как сложены костры уже? Ну, задатки для костра. Сколько людей. Стало очень сильно рвет ветер. Волны. В Таллине уже вроде прошел сильнейший ливень. А мы все вот тут в ожидании. Кристина с папой играют в крестики-нолики. Мы купались, наверное, час не вылезая из воды. Ветер рвет, но ветер горячий. Ох, не испортил бы он костры, бы не затушил. Ну, наверное, все-таки я опять прогрозу 25-й раз в надежде. Совсем уже близко подходят тучи, сильные волны. Мы все-таки собираемся домой. Накупались так, что из воды не вылазили. Потрясающе. Потрясающая ванна просто не вода. И красивая природа очень. Прямо лучи. Не видно, наверное, лучи. Солнце сквозь вот эти тучи. Природа разукрасит лучше любого художника. Ну, по традиции в Яне, в Янову ночь, конечно, делаются шашлыки. Не может быть, чтобы не было дождя. А, мужу в своем. Я сначала хотела про хорошее. Но не может быть, чтобы не было дождя. Он правильно говорит. И вот уже капает мы с вами. Выходим сейчас под дождиком. Но, может, это покапает и все. Потому что там вроде уже небо светлеет. Не знаю. Но мы, в общем, начинаем разводить шашлыки. И потом, если дождь не разойдется совсем уж так, тогда пойдем с вами смотреть костры. А сейчас будем шашлычки делать. Я хочу только рыбы несколько кусочков. Решетку для этого сейчас будем опробовать с вами. А дождик капает, да. Ну, обещали, грозу обещали. И как раз тогда, когда костры, тогда нужно этому дождю. Посмотрите на наш жасмин. Как он пахнет. И не передать вам сладкий-сладкий аромат. И хорошо пахнет. Уже шашлыками. И жасмином, и шашлыками. И дождиком. Дождика так давно не было. Соскучились по дождю все. Гаити, гаити. Не были мои в какой гаити. Нас и здесь неплохо кормят. На гриле решетки сегодня попробуем сделать помидоры и перчик. Смотрите, у нас как парами. Красненький и желтенький. Но это, наверное, слишком много. Конечно, сейчас на дольки порежем. И рыба. Рыба в решетку пойдет. Лосось порционный. Мы с вами его покупали. Сейчас покажу. Вот порционный лосось. Здесь такие четыре штучки. Вот мы их и сделаем. Порционные. Муж себе будет делать велись филе. Это внутреннее филе свиньи. Наоборот, не внутреннее. Велись наружное, да. Гриль мяса. В общем, так покажи из коробочки. Вот такие кусочки. О! А я думала, сюда и овощи влезут. Они не влезут? О, они не влезут. А можешь попробовать. Ну, они просто жарятся. Они, наверное, по-разному. Они быстрее жарятся, да. А она будет в клеточку? Может, линеечку. Не знаю. Вообще, горячо тут. Опа! Отлетели штуки. Видишь? Угу. Качество. Качество потрясающее. Угу. Угу. Видишь? Так они, подожди, пластмассовые, что ли? Пластмассовые, конечно, это эти. Подержи-ка за то. Нет, нет. Ну да, да, держи как бы. А я буду... Ты держи, чтобы я, видишь, нажимать буду. Я держу. Видишь, они отлетают. Угу. Они, наверное, от жары, наверное. Они же пластик этот, знаешь, как бы такая резинка. Угу. Дааа. Она же расширяется, но сразу лопа и упала. Угу. Угу. О, рыбка запахла. Запахла. Ай. Вот наша рыбка золотая. Вот видишь, это вот пласт пластик. А ты не хочешь его вообще снять? Да я вот, да, придется. Я тоже как-то, знаешь, нафига ты доделают такое? Угу. Так, сейчас подвешу. Сейчас подвешу вот. Я рыбы тоже смазывала отдельно. Вот готова наша рыбка. Угу. По сторонам. Что-то я не читать плохо. Там непонятно на ком. Что-то не видно там, как там написано. Подарок. Подожди, подарок. Ты можешь принимать за счет такой длительный? С днем. Ах, Шене. Маране. Боже, пирамус такой. Что за фирма? Фирма Веника. Пирамя. Ах, Шене. Со вкусом шоколада. Шоколада, да? Да. Поскольку нет шоколада, тогда хотя бы со вкусом. Хотя бы вино, хоть с шоколадом. О, спасибо. Да не за что. Вот, не будем теперь. Я еще потом буду там читать. А это вот ты подробнее. Так, Вася, ты штаны. Да вот я и говорю. Ну вот как-то и так. И вот еще овощи поставили на гриль тоже к рыбе. Овощи готовы. Овощи теперь себе мясо. Ну, такие свиные. Кругленькие, отбивные. Как бы, да? Не отбивные это, нет. Филе. Филе, да. Удобно. Расположил на решетку и готово. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok